Глава знакомит Марата Зибарова с обстановкой в хозяйствах, отмечает подъем производства за счет инвестиций и общего боевого настроя. Новая техника, качественный посевной материал и новые технологии – то, чем могут похвалиться многие руководители хозяйств в этом сезоне. Агрофирма Чистопольская, более 2 миллиардов инвестиций на предприятие, обновление всей техники, не только техники, техника, технологии, семена. Очень серьезно, они работают 26 тысяч гектаров в сельскохозяйстве, но также в хозяйстве есть родник, заками агро, все очень активно так серьезно занимаются. Но Чистопольская почва – она одна из самых худших наших черноземов. В ходе рабочего визита Марат Зибаров оценивает качество посевных работ. Он осматривает поля, встречается с главами сельских поселений и фермерами. В Чистополе весенние полевые работы практически завершены. Засеяны уже более 90% всех площадей. Остается надеяться на погоду, ведь аномальная жара не на шутку настораживает всех сельхозпроизводителей. «Напряжение серьезное. Надеемся, что в ближайшее время будут дожди и обойдется. Конечно же, мы с хозяйственной работой ведем вопрос страхования генерал-культуры. Вопрос страхования тоже нельзя забывать, потому что погода от нас не зависит, и мы не можем предсказать, как она себя поведет дальше». Прямо в поле работает выставка продукции сельхозпредприятий. Здесь представлены образцы хлебобулочных изделий и молочные продукции. Это то, что сегодня производится на территории района. В ходе встречи министр отвечает на вопросы специалистов хозяйств. Многие из них касаются реализации государственных программ. Концепция развития исторического поселения Чистополя – это то, над чем работает сейчас целая группа профессионалов. Архитекторы, эксперты в градостроительстве, планировании, экономике, социологии и наследии, курирующие чиновники – по поручению президента республики формируют для концепции техническое задание. На установочном семинаре в Чистополе обсуждаются основные этапы проектирования с учетом мнений и предложений самих жителей города. Концепция развития города нужна сейчас прежде всего потому, что это историческое поселение федерального значения, у которого еще нет необходимых ему требований к градостроительным регламентам. И город находится в условии градостроительной реконструкции. Сохранить его уникальную структуру – задача проекта. Разработка градостроительных регламентов будет опираться на методику уже внедряемой концепции развития Казани, говорят специалисты. Потому стать основным разработчиком проекта предложено Казанскому архитектурно-строительному университету. Этот путь мы прошли в Казани два года назад и только что закончили. Приступили к разработке концепции развития Елабуги и Чистополе в этом году. Концепцию развития исторического поселения Чистополе планируется разработать в течение года. В рамках семинара участники проектной группы и актив города обсуждают этапы предстоящей работы, обозначены ближайшие задачи. Среди основных – раскрытие идентичности города, утверждение границ исторического поселения, внесение изменений и дополнений в существующую нормативно-правовую базу для реализации проекта. Все интересно, где есть жизнь, где есть настоящее. Вот здесь абсолютно аутентичная среда, где люди живут вот так, как они живут. Старенький деревянный дом в Булдыре – небольшое хозяйство, нетронутая природа. Частичку деревенского колорита воссоздает в своей картине Вячеслав Короленков – художник-экспрессионист из Москвы. Он участник всероссийского пленера старинной Чистополь-возрождения. Вместе с ним в Чистополь приехал целый десант именитых художников из Санкт-Петербурга, Самары, Тольятти, городов Крыма и Татарстана. Всего более 40 человек. Это лучший проект, на котором я был. А я на многих пленерах бывал, и на международных. Вот здесь чувствуется душа людей, неравнодушных к тому, что делают художники. Замечательный день, и погода, и место очень красивое. Викентий Лукиянов – заслуженный художник Чуваши. К написанию картины его тоже вдохновила природа. На его холсте – шумный родник и столетнее дерево. В рамках пленеры он подготовил уже несколько работ с видами Чистополя. Вот я стою в 5 утра и пишу до самого заката, до темноты. Усталость не чувствуется? Нет, увидишь, когда красивая природа, и сразу сила появляется. Сам проект реализуется по инициативе Республиканского союза художников при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Цель – сохранить в картинах архитектуру купеческого города и его природу. Это актуально, особенно сейчас, когда Чистополь готовится к реставрации исторического центра. И мы подумали, что через какое-то время, возможно, все изменится в Чистополе, потому что средства выделены на реставрацию отдельных объектов культуры. И посчитали, что именно сейчас нужно было отобразить Чистополь, сегодняшний старинный одноэтажный купеческий город. В основном была задача написать ваш город, именно какие-то памятники архитектуры уходящие. То есть цель проекта была. Поэтому мы решали задачи, вы видите, по работам именно такого плана. И я думаю, что все получилось. Как итог двухнедельного пленэра выставка работ. На ней представлено более 80 картин. Каждая сопровождается исторической справкой с описанием, чем дом знаменит и кому принадлежал в старину. На открытии выставки художникам вручают благодарственные письма за участие в проекте. Мне понравился ваш город. Чистополь очень чистый, красивый, купеческий, с древней историей. Я написала две работы, они на выставке. Приглашаю всех. Сейчас все работы размещены сразу на трех площадках Чистополя. В Государственном музее-заповеднике и культурном центре Чистай. Через месяц выставка отправится в тур по городам Татарстана, а также в Москву и Питер. Часть работ вернется в Чистополь только в октябре. Возможность для наших учреждений получить поддержку и поддержать нашу молодежь. Речь идет о реализации тех идей, которые молодые люди хотят воплотить в жизнь, но не имеют на это финансовых возможностей. Республиканский конкурс грантов как раз и дает возможность ребятам приблизиться к своей мечте. Он объявлен Министерством по делам молодежи. На муниципальном этапе уже завершается отбор самых перспективных проектов. Наши руководители учреждений молодежной политики будут отбирать наилучшие идеи и включать в свою заявку на республиканский этап. В дальнейшем, если мы получаем одобрение от республики, мы совместно с этим молодым человеком начинаем реализацию этого проекта. Среди участников конкурса – независимое творческое объединение детей и молодежи «Блог Чистопол». Проект существует уже год исключительно по инициативе самих ребят. Все они – выпускники Чистопольской школы-блогера. Сейчас самостоятельно занимаются фотоделом, используя личную технику, ведут аккаунты в соцсетях и привлекают в свои ряды неравнодушную молодежь. Мы постоянно учимся друг у друга чему-то новому. И это очень полезно, я считаю, и очень важно для развития нашего проекта. Так как запас нашей личной техники минимален, мы технически не можем осуществлять новый набор. И мы надеемся, что в рамках этого гранта мы сможем приобрести необходимую технику для продолжения нашего проекта. Всего на муниципальном этапе предложено более 40 проектов. Они касаются и развития творческих объединений, и спорта, и туризма, и продвижения патриотических идей. В эти дни лучшие из лучших будут готовиться к защите своих проектов уже на республиканском уровне. Мы настроены на то, чтобы показать себя, что вот мы есть, чтобы нас заметили. Нашу работу вы можете посмотреть у нас в группе ВКонтакте, там все выкладывается. Мы уверены, что мы делаем хорошее дело. На благо нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова